Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором вы всегда найдете свежие новости, обзоры на все, что выходит на продажу, обзоры на все танки, которые появляются в игре и не только. Подписывайтесь на канал прямо сейчас, уже более 32 тысяч человек отдали предпочтение именно моему каналу и как мне кажется им нравятся мои видео. Да я думаю вам нравятся мои видео, хотя не понимаю почему вы до сих пор не прожали на подписку. Итак, ребят, сейчас у нас на обзоре будет великолепная машина КВ-5. Данная тачка включена мною в топ-5 лучших выборов для новичков. Почему? Потому что данный тяжелый танк из премиумных машин 8 уровня, один из немногих, кто действительно прощает огромное количество игрокам те ошибки, которые они допускают в силу того, что только начали играть. И вот сейчас КВ-5 можно приобрести себе за 6,5 тысяч голды в практически голом состоянии с открытым, правда, всем оборудованием, что поможет сэкономить вам 2,5 миллиона серебром по приблизительным подсчетам. Гораздо выгоднее данную машину приобрести себе в составе набора. Если Т-77 у вас нет, то тогда получается, что здесь КВ-5 вам обойдется в 2,5 тысячи. Почему так? Да потому что я считаю, что Т-77 стоит своих 7,5 тысяч в голом его состоянии, когда вы будете покупать его отдельно от набора, тоже с открытым всем оборудованием. Таким образом получается, что КВ-5 вы практически получаете в подарок, ну либо по цене какой-нибудь там, я не знаю, пятерки или шестерки. А здесь целая восьмерка, которая действительно очень крутая и очень классная, даже в не сильно умелых руках. Чем нравится машина? Это просто имба бронирования, он весь красный и поверьте мне, пробить его, ну в край сложно. Да, выцеливают, но все равно гораздо сложнее это происходит именно с КВ-5, нежели с многими другими машинами. Что касается орудия, здесь два орудия на выбор. Хотите, играете на вот этом орудии, у которого 167 миллиметров пробития, это не так уж и много для восьмерки, я бы сказал, что это очень мало для восьмерки. И 320 единиц урона на базовых снарядах. Что касается урона в минуту, то здесь он будет составлять 2440 единиц. И время перезарядки будет на одну секунду меньше, нежели у топового орудия. Ну или альтернативного, кто как хочет, тот так и называет. Но если будете играть все-таки на вот этом топовом орудии, то здесь время сведения практически такое же, как и у предыдущего орудия. Разброс, в принципе, все то же самое. Да, будет меньше ДПМ, 2250 единиц. Все потому, что перезаряжаться вы будете 8,5 секунд. Но зато пробитие 219, что позволяет вполне спокойно соперничать со всеми восьмерками, с которыми вы встретитесь в боях. А порой даже против девяток неплохо отыгрывать. Что касается среднего урона, то как базовые снаряды подкалиберные, так и голдовые аккумулятивные и осколочно-фугасные выдают все те же самые цифры. Ну и, соответственно, разницы в количестве наносимого урона за выстрел вы не почувствуете. Но зато, благодаря повышенному пробитию, вы более гарантированно будете наносить данный урон. Также стоит отметить, что приятный угол склонения орудия вниз, минус 7, позволяет отыгрывать очень клево от неровностей. А еще стоит отметить, что машина очень большая по размерам в отношении высоты. Ну и, соответственно, вы вполне спокойно можете за даже какими-то большими укрытиями прятать практически все. Останется только комбашня, которая тоже является забронированной. Ну и бронированная башня, которую очень сложно пробить и выцелить. Что касается бортов. Здесь, ребят, тоже присутствует броня, но понятное дело, что по бортам обычными бронебойными пробиваются абсолютно спокойно. Ну что, берем КВ-5 и поехали попытаемся его заценить. Ну что, ребят, поехали и давайте будем обсуждать машину, как обычно, начиная с ее подвижности. Подвижность у машины крайне посредственная. Но, ребят, учитывая то, насколько машина забронирована, в целом цепляться к тому, что он при этом медленно едет, я считаю абсолютно несправедливым будет по отношению к КВ-5. Он такой медленный, именно потому что его очень сложно разобрать. Что же касается меня лично, я давно мечтаю о КВ-5 и все никак не могу дождаться момента, когда я его себе куплю на основной аккаунт. У меня, в принципе, ни на одном из аккаунтов данной машины нет. И тачка мне очень сильно нравится. Дело в том, что мне постоянно что-то мешает приобрести данную тачку себе в коллекцию. А именно, предложение, по которым мне невыгодно его покупать. Ну вот, допустим, сейчас приобретать себе КВ-5 в составе набора с Т-77 мне не имеет смысла, потому что Т-77 у меня есть. Соответственно, сам набор мне не нужен, потому что за Т-77 получить неполные 3 миллиона серебром компенсации, ну, удовольствие такое себе. Что касается приобретения танка отдельно от набора, то 6,5 тысяч с золотом это действительно дороговато. По крайней мере, для меня я хочу эту голду, которая есть у меня в копилке, приберечь на случай выхода каких-то рулеток или каких-то контейнеров, на которые я буду снимать специально для вас соответствующее видео. Ну и таким образом получается, что экономлю, можно сказать, для вас. Если бы не наличие Т-77 у меня в ангаре, то я бы однозначно брал себе этот набор, не задумываясь. Если бы не необходимость снимать видео на какие-то другие темы, то я однозначно брал бы себе КВ-5 даже за 6,5 тысяч в голом состоянии. Да и, в принципе, не голое состояние данной машины это очень большая условность. Дело в том, что на него не предусмотрено какого-то, допустим, легендарного КАМО. Ну и, соответственно, максимум того, что вы можете получить от КВ-5, точнее, не так, покупая себе КВ-5, Максимум, что вы можете себе получить, это открытое все оборудование. И вы можете получить себе, ну не знаю, может там какой-нибудь аватар или каких-то бустерочков. А вот внешний вид вам все равно придется выбирать себе самостоятельно. По точности орудия все очень классно, все очень клево. В отношении времени сведения, да, долговато, но вполне себе терпимо и вполне себе играбельно. Мне, по крайней мере, абсолютно этот показатель не мешает получать удовлетворение от игры на данном танке, когда я на нем играю на пресс-аккаунте. Что же касается результативности данной машины. Машина очень результативная, даже неумелыми руками, можно на нем делать довольно неплохие результаты, ну и, соответственно, получать на нем неплохие результаты по фарму серебра. Да и в целом, наверное, для новичка данный показатель является одним из основоположных. То есть, выбирая себе премиумный танк восьмого уровня, как правило, новички, у которых нет еще премов в ангаре, обращают внимание на то, а сколько конкретно серебра я смогу зарабатывать за бой и насколько мне это сложно будет делать. Дело в том, что у нас в игре есть такие танки, которые фармят, ну, прям заоблачные какие-то цифры серебром, но сделать это могут далеко не каждые танкисты. Итак, ребят, здесь у нас две тысячи с копейками нанесенного урона, абсолютно не потея, и при этом всем, с учетом прем-аккаунта, я вывожу 62 тысячи серебром. Если бы прем-аккаунта у меня не было, то я бы вывез 38 с половиной тысяч, что мне кажется тоже довольно-таки крутой показатель, особенно с учетом того, что я не потел, не надрывался, общался с вами, играл себе в удовольствие и получал удовольствие от этого. Получил достаточное количество непробитий и занял первое место в команде по количеству нанесенного урона, причем в победном бою. Это говорит о том, что тачку сможет обуздать абсолютно любой танкист. Именно поэтому я именно этот танк, именно КВ-5, включил в топ-5 премиумных танков тяжелых, восьмого уровня, тех, которые в первую очередь необходимо приобретать себе, по моему скромному субъективному мнению, новичкам в нашей игре. Скорее всего, мимо КВ-5 пройдут бывалые танкисты, которые хотят чего-то новенького, хотят новых машин, коллекционок или новых премов, которые разработчики вводят. Ну а вот этот старый дед придется ко двору любому танкисту. Уж поверьте мне на слово, с удовольствием бы его себе купил, но, к сожалению, не имею на это возможности. Надеюсь, когда-нибудь КВ-5 появится на продаже в составе какого-нибудь другого набора, в котором будет второй танк, которого у меня в ангаре нет, или, возможно, он появится на продаже чуть дешевле, в отдельности от какого-то набора, и я все-таки смогу поставить его себе в коллекцию. Просто обалденная машина, на которой сможет играть даже криворукий танкист. Уж не обижайтесь, ребята. Я и сам не супер-киберспортсмен, и далеко не киберкотлета. Моя стата в районе 50-55% в зависимости от аккаунта. Да и, в принципе, для меня эта игра больше фан и веселье, нежели потеть над какими-то цифрами статистики. Чего и вам желаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Надеюсь, вы будете покупать себе то, что вам действительно понравится. Ну и никогда не пожалеете. А хотите не пожалеть, слушайте моих советов, потому что я вам никогда не порекомендую купить себе что-либо, что потенциально может вас расстроить. Поверьте, КВ-5 вас не расстроит однозначно. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»